Как быстро развиться в Хамстер Комбат? Многих волнует этот вопрос, и многие блогеры снимают ролики на эту тему, но по сути задевают вам просто воду и не рассказывают ничего полезного. В этом видео не будет ни одной мутной темы, потому что я считаю, что играть нужно всё-таки в рамках разумных. Но самое главное помните, что я ничего вас не призываю делать. То есть вы все разумные люди, и можете самонастоятельно выбирать, что вам делать, а что не делать. Просто учитывайте моё мнение и на основе этого решайте, что вам лучше. Одним из основных способов прокачки аккаунта, быстрой прокачки, является использование ботов. Это реально очень интересная тема, очень обширная, и конечно многие о ней начинают рассказывать. Однако я против мутных программ, которые нужно ставить себе на компьютер или телефон, давать им кучу прав, чтобы они что-то там делали. Потому что, конечно, доверие к программе, опубликованные на непонятном сайте, непонятно когда, но, честно говоря, такое себе. И, в общем-то, сами понимаете, непонятно, что потом будет не то, что с вашим аккаунтом, а с вашим устройством в целом. Да, конечно, есть суперчестные методы. Типа больше заходите в игру, выполняйте все задания и так далее. Но это, как бы, честно говоря, довольно долгий метод, и не сказать, что это открытие. То есть об этом, думаю, вы и сами понимаете. А вот возвращаясь к методам использования различных программ, я считаю, что самый адекватный из них это боты. Ибо, как вы понимаете, бот имеет ограниченный набор функций. То есть он делает то, что ему сказали делать. Да, в нашем случае, допустим, фармит монетки и так далее. Честно говоря, из последних новостей на эту тему, я видел либо ботов, которые, ну, скажем так, обманывают нас в чем-то, либо ботов, которые являются какими-то, ну, уж совсем кустарными, и пользоваться ими без особых знаний весьма сложно. Совсем недавно я наткнулся на интересных ребят, которые уже давно занимаются подобной темой, и у меня получилось уточнить некоторые интересные моменты. Вообще, изначально я планировал снять видео на тему того, как вам не стать жертвой мошенника. Потому что случаев таких стало много. И как раз рассмотреть это на примере темы ботов. Однако я не ожидал, что те ребята, у которых я буду брать мини-интервью, да, комментарий к этой теме, оказывается, делают свой, скажем так, сервис для работы с ботами. То есть, они совсем недавно сделали сервис, который предоставляет вам ботов для игр совершенно безопасно. Конечно, у меня возникло много вопросов по поводу безопасности. То есть, типа, кто-то получает доступ к нашему аккаунту. Возникло много вопросов касательно того, насколько это безопасно для аккаунта, в том плане, что нас ведь могут заблокировать за использование ботов. И я все уточнил, поэтому могу вам вкратце рассказать. Только скажу. Я не продвигаю никакие способы игры. Вы можете играть честно, нечестно, с ботами, без ботов. Это полностью на ваше усмотрение. Я просто рассказываю то, что нашел. И это может быть не просто интересно, а очень даже полезно нам с вами. В общем-то, этот бот работает в Телеграм, чем мне очень нравится. Потому что я, честно говоря, не люблю всякие непонятные сайты в интернете. Проверить его можно совершенно бесплатно. Там дается пробный период. Не нужно никаких данных карт привязывать, ничего. Просто бесплатно получаете доступ. И потом, если понравится, оформляйте подписку всего за 12 долларов. 12 долларов сейчас это примерно один поход в кафе. И далее, очень важно. Вам необходимо предоставить боту доступ к вашему аккаунту в игре. Все наши с вами игры не имеют отдельно никакого входа. Они привязаны к нашему аккаунту в Телеграм. Поэтому боту потребуется доступ к нему. Если вас это не смущает, то перематывайте вот на это время. А если смущает, то слушайте. Да, я понимаю, что вы подумали. Придется давать доступ к своему аккаунту и его могут украсть. Да, поэтому я этот момент уточнил у разработчиков. Собственно, разработчики так и говорят. Если вы боитесь использовать свой основной аккаунт в Телеграме, используйте новый, на котором ничего нет. По сути, использование отдельного аккаунта для игр очень разумно. Делается новый аккаунт, в принципе, буквально за пару минут. Можете даже указывать не свой номер, а купить в интернете. Это стоит, ну, честно говоря, копейки. Можно купить даже кучу аккаунтов и на всех на них запустить этого бота. Будет очень выгодно. Но, как уже сказал, это на ваше усмотрение. Я никого не призываю покупать ботов, это не обязательно. И никого не призываю покупать себе новый номер телефона. Это тоже не обязательно. Просто рассказываю о том, что я лично попробовал вот перед записью этого ролика. В общем, мы с вами зашли в бота и видим список игр, в которых он доступен. Иг довольно много. Конечно, игры отслеживают ботов, но, в общем-то, в данном списке все из них более-менее относятся лояльно. Во всяком случае, каких-то массивных банов там я пока не видел. Но, конечно, нужно понимать, что все эти баны в большей степени, если уж и проходят, то для аккаунтов, на которых человека не было никогда. То есть, кто-то делал себе огромные фермы на сотни тысяч аккаунтов, и очевидно, что там вся деятельность совершалась ботами. Поэтому, если вы сделали аккаунт сами, там, заходили хотя бы пару раз, уже системе будет видно, что, в общем-то, человек там бывал. Поэтому, если вы не этот случай, и хотя бы раз заходили на свой аккаунт, то волноваться особо нечего. Собственно, нажимая на любую игру, нам выдает список критериев, по которым бот может работать. Например, для хомяка это может быть тапанье монет, прохождение шифра, игра в мини-игры, собирание ежедневных наград, ну и так далее. Вы можете выбрать одну, две или все категории, как хотите. То есть, именно то, что нужно конкретно вам. Одним из плюсов является то, что, как видите, мы можем подключить до пяти ботов. То есть, нам не нужно покупать кучу подписок, делать кучу аккаунтов в Телеграме. Мы с одного можем сразу фармить пять игр. И даже если мы вдруг захотим фармить, не знаю, не пять аккаунтов, а, допустим, шесть, там, не знаю, десять, двадцать, нам не нужно покупать новую подписку. То есть, тут все в этом плане продумано. Мы можем прямо в этом же боте получить дополнительное место. Стоит оно всего пятьдесят центов, это вообще ни о чем. Честно говоря, меня это очень приятно удивило, потому что я думал, что необходимо будет купить новую подписку для фарма большего числа игр. Конечно, возникает разумный вопрос, что будет с ботом после листинга. И самое главное, не может ли этот бот украсть наши монеты? Отвечаю сразу, после листинга и артдропа, если монеты больше нельзя будет фармить, бот просто выключится и все. А что касается вывода монет, нет, бот не может их забрать себе. Монеты поступают на тот кошелек, на который вы хотите. Сейчас многие могут сказать, что бот же имеет доступ к нашему аккаунту, а следовательно и кошельку в телеграме. Поэтому, если мы его укажем, выходит, бот может украсть наши монеты? И хоть я и сказал, что бот так делать не умеет, потому что он все-таки сильно ограничен по своим функциям и умеет только играть в игры. Но все равно, я понимаю ваши опасения, поэтому скажу. Вы можете привязать не кошелек из телеграма, а любой другой сторонний кошелек. То есть, для получения монет вы указываете, например, Тон Кипер или другой подобный кошелек. В таком случае, даже если какой-то мошенник получит доступ к вашему аккаунту, он ничего не сможет сделать, потому что мы указали сторонний кошелек, которому доступа, очевидно, у мошенника нет. И еще одной очень интересной штукой является реферальная система. Мы с вами приглашаем своих друзей и получаем за это не какие-то абстрактные бонусы, а реальные деньги. То есть, если наш друг зашел в приложение и сделал любую покупку, мы сразу получаем 10% этих денег себе на счет. И, что очень важно, можем сразу вывести эти деньги на любой кошелек, который укажем. Если что, получить реферальную ссылку можно, нажав на иконку в профиле. Я создал новый аккаунт, уже все включил и возникает разумный вопрос. Как нам проверить бота? Работает он, не работает, фармит, не фармит? Как вообще все проходит? А на самом деле довольно просто. Давайте посмотрим на примере хомяка. Как я и сказал, я сделал новый аккаунт. На экране вы видите число монет, которые у меня есть. Они никак не фармятся, потому что я в приложение зашел и бот отключился. Если я сейчас, допустим, выйду из приложения, не знаю, секунд на 5-10, давайте посмотрим, что будет. Снова заходим в Хамстер Комбат и видим, что энергия потратилась, а количество монет увеличилось. То есть в наше отсутствие, очень короткое, бот начал активно работать и тапать монетки. Как раз этот критерий я и включил. Если что, все ссылки, то есть сайт, телеграм-канал, сам бот и поддержка будет в описании к этому видео. Можете спокойненько перейти и все сами посмотреть. Теперь подведем небольшой итог. Вы можете играть как угодно, это ваше право, вы сами решаете. Использование ботов разумный шаг и это реально ускоряет нашу прокачку. Но старайтесь не использовать какие-то непонятные приложения или функции из интернета. Ибо надежды на них не очень много. Вы что-то скачиваете себе и вполне вероятно, кто-то может получить доступ не просто к вашему аккаунту, а в целом к вашему телефону или компьютеру. А это совсем нехорошо. Поэтому уж если что использовать, то это приложение, работающее официально через телеграм и как бы представляющее нам определенные гарантии. То есть бота, который будет выполнять ряд определенных функций и не более того. И самое главное, что мы этого бота контролируем, потому что мы даем ему возможность играть в игру и не более того. Если вдруг нам больше бот не нужен, мы не хотим им пользоваться, то никаких сложных манипуляций здесь нет. Мы просто заходим в приложение и выключаем его. Как бы все. Если вы уж очень боитесь за свой аккаунт и не доверяете этому приложению, то я вас понимаю, конечно. Можете зайти в настройки телеграм, список устройств, которые имеют доступ к вашему аккаунту и выключить все, кроме вашего телефона или компьютера. Я постарался все более-менее внятно рассказать. Надеюсь, было полезно. Поэтому если не сложно, можешь подписаться. Мне будет приятно. Только, друзья, давайте без негатива в комментариях. Мы все разные люди, имеем разные цели, и каждый сам для себя решит, как ему играть. Некоторые так вообще считают, что интернет зло. Поэтому сами понимаете.